Ржев ищет детей. Двое мальчиков, которым нет ещё 10 лет, пропали в минувшее воскресенье. Такими сообщениями уже неделю начинаются все выпуски новостей в Оржеве. Анна Василюк показывает опустевшую детскую. Эти джинсы совсем новые. Её Илюша надевал их всего пару раз. С любимыми машинками теперь играет младший братик. В семье пятеро детей, но без шестилетнего Ильи сразу стало тихо. Бывало, носятся, кричат, визжат, балуются. А сейчас я этому не с кем поиграть стала. Илюша любил играть с маленьким Глебом. Малышу всего два года, но брата он узнаёт даже на прошлогодних снимках. Покажи пальчиком Илюшу. Где твоя Илюшенька? Вот, Илюша, да? С фотографией улыбается мальчик-заводила. В детском саду он вёл все праздники. Он с подарком не идёт. Я смотрю, только что он принесёт, вот вопрос. Пойдёт ли теперь в школу, неизвестно. Он с малого, с малого очень в школу ходил. Ему ещё, наверное, года четыре было. Он в школу сбежит, из дома в школу, к старшему сыну, к Саше. Найдёт же его в школе, в классе, сядет за партой с ним и сидит. В день, когда Илюша пропал, родителей не было дома. На улицу мальчика отпустила старшая сестра. Он отпросился, Кать, можно я пойду на горку? Она... Ну, мам, ну он же всегда, говорит, гулял. Всегда же отпускали. Даня от мамы и папы не на шаг. И гуляли вместе, и в школьных соревнованиях всей семьёй участвовали. На последних стартах грамота за первое место. Это тетрадка первоклассника Дани. Мама с гордостью показывает пятёрки. Последняя домашняя работа датирована 15 марта. Мальчик дописал упражнения и пошёл гулять. Больше родители Даню не видели. Вот ушёл, мы сюда ничего не трогаем. Вот как тетрадки, значит, дел уроки, так всё лежит. Эти два мальчика пропали в одно и то же время в одном районе Ржева. Сначала такое совпадение сочли случайностью. Лишь позже стало известно. Между двумя происшествиями есть связь. Сердце матери почувствовало недоброе, когда сын не пришёл к обеду. Мобильный Дани не отвечал. И родители бросились на поиски сына. Этот район считается не самым благоприятным в городе, но дети здесь, как правило, гуляют без присмотра. Селяют сюда, да, конечно, неблагополучных очень много. До глубокой ночи кочергины бегали по улицам. Опросили всех знакомых, обыскали все дворы и закоулки в районе. Выяснили, Даню видели с мальчиком Ильёй. Но куда ушли дети, не видел никто. Я чувствую, что мой ребёнок жив. Он не может быть мёртвым. Нет. Наши дети живы. Просто искать надо. Разбитый город по секторам. Значит, участвует 125 человек от ОВД и 64 человек от МЧС России. Одна из версий следствия – мальчики утонули в Волге. Через несколько дней после их исчезновения недалеко от берега нашли детские санки и шапочку. Родители Дани не верят в версию о несчастном случае. Константин Кочергин и сам участковый. Он скрупулёзно исследовал берег Волги, где могли оказаться дети. Ни следов провала, ни следов облома льда, ни детских следов, ни следов санок каких-то там. Я вот не верю, понимаете. Вот даже шапку эту нашли немыслимую. Я вот не верила, понимаете. Я не верю, потому что вот за всю зиму он всего сходил два раза на эту горку. Мама Илюши тоже уверена, её сын на лёд выходить бы не стал. Мальчик боялся воды и не умел плавать. Он взял санки, он был с саночком. Вот из воды достали наши санки и шапку Данину. Ну, я говорю, что это не факт. Через неделю всплыла важная улика. Видео с камеры наружного наблюдения одного из ржевских магазинов обошло все телеканалы. Родители Данила Кочергина снова и снова пересматривают эту запись. И каждый раз приходят в ужас. Их ребёнок берёт за руку чужого человека. Я вообще, я шокирована вот этим вот. Как вот он вот, я не знаю, как он пошёл вообще с незнакомым куда-то. Запись низкого качества. Мутные силуэты мужчины и детей едва можно разглядеть. Но своего сына узнала и Анна Василюк. Потому что у него сапожки были дутики, они великоваты были ему. И у него такая походка из-за них была, как будто они грузы, невыносимые у него на ногах. Ирина Петрова дежурила на кассе, когда камера зафиксировала незнакомого мужчину с детьми. Она и сама видела ребятишек. С двух до трёх где-то вот так вот я вышла курить на улицу. И видела, как они сидели вот здесь вот на этой куче вот снежные. Ничего при них не было там, ни санок, ничего. Наша съёмочная группа вместе со следствием попытается найти хоть какие-то следы Дани и Ильи. Один из способов розыска пропавших – это расклеивание вот таких объявлений, как правило, на вокзалах и в других местах, где бывает много людей. Ржев содрогнулся от страшной новости. Милиционеры нашли одного из пропавших мальчиков – Илью Василюка. Его тело подняли со дна Волги. Версия несчастного случая неожиданно получила подтверждение. В телах одного из мальчиков случайно нашли рыбаки ниже по течению в воде, уже в другом районе. На Ржевском сгибе течение очень сильное. Тело обнаружили за 60 километров от города, в соседнем районе. Хоронили Илюшу в закрытом гробу на родине, в селе Кокошкино. Проститься с мальчиком пришли все жители. Родители до сих пор не хотят верить в страшную правду. Я не верю, что он сам утонул. Пока сегодня не увидела его в морге, я даже не верила, что это он. Почему? Не было такого чувства. Сколько ездили по гадалкам, все говорили, что он живой. Но следствие уже расставило все точки над «и» в этой мутной истории. Оперативники уверены, скоро всплывет и второй мальчик, Даня. Мы думаем, что он тоже в реке. Предполагаем. Ну, раз один там, их обоих видели. Ирина Кочергина не была на похоронах Илюши, а Константин в этот день даже не смог выйти к съемочной группе. Слов вообще не подобрать. Страх вообще, просто страшно стало. Говорят, надежда умирает последней. Ирина по-прежнему ждет своего Даню домой. Мне кажется, или Данечка жив, или его... Ну, не верю, я не знаю. Не знаю. Или не его ноги туда привели. Чтобы хоть как-то пролить свет на запутанное дело с пропавшими детьми в Оржеве, мы пригласили экстрасенса. Как только ясновидящая взяла в руки фото Дани и Илюши, у нас рухнули последние надежды. Их обои нету, и они обои в воде. Экстрасенс, как и родители мальчиков, уверена, это не был несчастный случай. Преступник тщательно планировал это похищение. Он маньяк, он очень умный, умный маньяк и наркоман, этот мужчина. Мужчине где-то 39-40 лет, не больше. Рост 170, вот такой, неполный и не совсем худой. У него шрам есть в теле, вот этому мужчину есть шрам. Немножко лисоватый, немножко, чуть-чуть лисоватый. Шрам и синий цвет. В правой руке синий цвет надпись есть. Ясновидящий утверждает, этот человек охотился за мальчиками не один день. Он несколько недель высматривал детей, которые гуляют без присмотра. Он следил один неделю, неделю назад за ними. Я перестал забирать с обеда. Но это буквально в течение двух-трех недель до того, как он пропал. Экстрасенс убеждена, дети этого человека прежде не знали. Приманкой стала банальная шоколадка. Вот так уговорил, как сказать, убедил детей, что он хороший, что он мягкий такой человек. По словам Седы, дети не сопротивлялись и сами пошли за незнакомцем. Но родители утверждают, мальчикам строго-настрого было запрещено заговаривать с чужими людьми. Если он с кем-то мог пойти, он пойти только мог с хорошо знакомым человеком. Если взрослый человек, если вот так вот, допустим, насильно, он будет упираться, он будет вырываться, он будет орать. Родители Илюши хотят знать, что на самом деле случилось с их сыном. Хотите знать правду? Хочу знать. Хочу знать правду. Берегите себя, пожалуйста. Это не был несчастный случай. Изнасиловали. Экстрасенс с тяжелым сердцем идет к родителям Дани, которые еще надеются увидеть сына живым. Они боятся задать свой главный вопрос. Хотите знать правду? Экстрасенс так и не смогла сказать Кочергиным страшную правду. Пока этот фильм готовился к эфиру, из-за Ржева пришли печальные известия. Тело Данилы подняли со дна Волги. Преступника пока не нашли. Редактор субтитров А.Семкин